У автора законе? Ну не знаю, это хороший ответ. Пожалуйста, давайте опираться ближе к текстам. Помните. И когда придем и будем иметь всего много, чтобы в сердце не пришла мысль о том, что все, что вы приобрели, вы смогли это приобрести своей силой. Вот так будет хорошо. Вот с этого момента мы и начнем. Итак, мы видим Израиль, который выходит из Египта. Он идет в землю обетования. Он становится народом, получает закон, место поклонения, способ поклонения. Закон регламентирует все взаимоотношения внутри сообщества и определяет путь, которым Израиль должен приближаться к Творцу. Здесь все понятно? Ничего сложного, правда? Учреждается институт священства и дается обеспечение для священников. Нас же будет интересовать часть материальных взаимоотношений. Для этого нам стоит открыть числа в восемнадцатую главу. Число восемнадцатая глава описывает у нас обеспечение священнослужителей. Синайского завета. И у меня к моему вопросу. Вы часто слышали о десяти. Окей. Скажите, пожалуйста, десятина являлась ли обеспечением священников? Да, 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 нет, левитов, да, 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 нет, в смысле да, тогда или нет, что да? Являлась ли десятина обеспечением священников? Вот, а вот товарищ утверждает, что нет. Согласен. В общем представлении, в общем представлении, достаточно часто люди считают, что десятина являлась обеспечением священников. Проверим, насколько это соответствует тому, что написано в Писании. Открыли? Ну, да. Итак, сказал Господь Аарона, ты и сыны твои и дом отца твоего с тобою понесете на себе грек за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грек за неисправность в священстве вашем. Так же и братьев твоих колен на леве на племя отца твоего возьми себе, пусть они будут при тебе и служить тебе. А ты и сыны твои с тобою будите при скине откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скине, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть им и вам. Ну, нормальное такое предостережение. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скине собрания. Все работают по скине, а посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилю. Ибо братьев ваших левитов я взял от сынов Израилю и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скине собрания. И ты и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесу. И служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти. Они получили в дар службу священства. Отлично. И сказал Господь Аарону, вот, я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне. Возношения кому? Наблюдает за ними кто? Еще раз. Господь? Отлично. И еще раз. И сказал Господь Аарону, вот, я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне. Кто наблюдает? Аарон. Отлично. Возношения принадлежат кому? Богу. А наблюдает за всем? Аарон. Аарон. От всего посвящаемого сынами Израилево я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего устава вечного. Посвящаемое сынами Израиля кому? Богу. Отдал он это кому? Значит, на самом деле, то, что приносили сыны Израиля, они приносили Богу. Очень часто мы не понимаем этой картины. Картина очень простая. Есть один человек, который желает дать дар Богу. Бог говорит, никаких проблем не вижу. Вот тут у меня есть парень. Отдай ему. И все, что ты отдашь ему, на самом деле, ты отдашь... Все, что ты отдашь ему, ты отдаешь на самом деле кому? Богу. Ну, это же человек, который на этой земле. Он же, в принципе, ничем не отличается от меня. Вот так можно. Но Бог говорит, послушайте, то, что принадлежит мне, я отдал. Да. Но у меня вопрос, а как священники это расходуют? Как хотят. Как хотят. А? А мы не знаем. Согласны. А если бы и знали, и считали, что они расходуют неправильно? Сто процентов, я прошу прощения, что? Мы бы нашли других священников. Согласен. Священники чьи? Ваши или его? Его. Все его. Все его. А что же вы их будете искать? У вас была такая ситуация. Могу вам сразу сказать, неправильно. Он поставляет. Есть власть, которая не от Бога? Нет. Согласно посланию к римлянам. Есть ли власть, которая не от него? Нет. Что он поставил? Плохие? Плохие. А может быть и хорошее, не знаю. Какие есть все его? Поставлены для кого? Для нас. Поставлены им. Для нас. И он им что-то отдал. Кто отдал? Кто отдал? Я понял. Тяжело. Открываем опять книжку. Мы даже писали. Наша песня хороша. Начинаем сначала. Вы верите в совпадение? Я имею в связи с теми. Я спрошу. Она неправильно расходует. Я буду продолжать давать. Но я не могу. Проблема. Скажите, пожалуйста. Я, во-первых, думаю, что такие вещи надо говорить в микрофон. Это номер раз. Второе. Вы думаете, что если они неправильно расходуют, и вы об этом знаете, то это ваша ответственность. Отлично. Продолжайте выдавать или нет. Вы основываете свои размышления на писании каким-то образом или нет. Да, если ты видел, что твой брат согрешал, и ты не убрал, ну, его с этого. Если можно, если можно, если вас не затруднит, место писания. Я так наизусть не знаю. Я вам подскажу. Если видишь брата своего согрешающие грехом не к смерти, молись. Я имела в виду, где-то в Ветхом Завете было место, когда согрешают, и ты молчишь, то кровь его будет на тебе. Они согрешают. А как они согрешают? Ну, грехов много. Могут по-разному согрешать. Я прошу прощения. Бог дал кому эти деньги? Мне. И вам сказал, чтобы вы отдали кому их? Да я вот никак не могу найти место, что я должна отдавать. Я понял. Хорошо. Я вам помогу еще раз. Тут все, кроме вас, оказывается, читают 18-го нового книги чисел. Итак. И сказал Господь Иерону. Вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне. Кому он поручил наблюдать? Гарону. Возношения кому? От всего посвящаемого сынами Израиля. Я дал тебе и сынам твоим. Ради священства вашего устава вечного. Он отдает священникам за то, что они что делают? Наблюдают. Служат. За их службу. Это их плата. Они получили эту плату за свой, извините меня, труд. А если я приду к вам домой и скажу, что-то мне кажется, что вы неправильно расходуете свои деньги. Вы куда меня пошлете? Я вас чаем угощила. Я понял. Спасибо. Деньги достаточно интимный процесс. А особенно интимная часть, когда мы их начинаем расходовать. И к нам кто-то приходит и говорит, что мне кажется, что ты грешишь. Расходую свои деньги. И чувствую ответственность свою за то, как ты их расходуешь. Наверное, не буду я тебе их больше давать. Здесь шла речь за десятили. А, так я могу им вообще ничего не давать. Что, что, что? А так я могу вообще им ничего не давать. Попробуйте. Подождите, десятили отдельно. А это отдельно, Рома? Я прошу прощения. А десятини здесь хоть слово сказано было? Приношение. Возношение, приношение. Десятини речь шла? Нет. Нет. Так это еще сверхдесянти. Это откровение. Ой, какой ужас. Я вас предупреждаю, все только началось. Итак, давайте я уже так, чтобы вы вошли в курс, внимательно только, пожалуйста, все откройте восемнадцатую главу книги чисел. Библии здесь хватает. У кого нету Библии? Дайте, пожалуйста, еще Библии. Еще нужны Библии? Давайте, давайте, давайте. Все открывайте восемнадцатую главу. Вон еще. Давайте, давайте. И огромная просьба, при том, что мы будем читать, все следите. Чтобы потом не было таких казусов, что вы думаете о своем, а мы читаем другое. Вот тут еще вам Библию принесли немного. Все? Все? У всех есть? Теперь еще осталось сделать за малым, открыть восемнадцатую главу книги чисел. Открыли? Окей. Начинаем. С восьмого стиха. И сказал Господь Аурону. Вот я поручаю тебе наблюдать за возношением мне от всего посвящаемым сынам Израилю и дал тебе и сынам твоим ради священства вашего устава вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих, от сжигаемого, при всякое приношение хлебное, всякая жертва за грех, всякая жертва их повинности, что принесут мне эта великая святыня тебе и сынам твоим. На святейшем месте ешьте это. Все мужского пола могут есть это. Эта святыня да будет для тебя. И вот что тебе из возношений и даров. Все возношения сынов Израиля я дал тебе и сынам твоим и дочерям твоим с тобой уставом вечным. Всякий чистый в доме твоем может это есть. Все лучшее из елея, все лучшее из винограда и хлеба, начатки, которые не дают Господу, я отдал тебе. Все первые произведения земли, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израиля, да будет твоим. Все развяжающее ложественное, всякое плоти, которое приносит Господу из людей и из кота, да будет твоим. Только перенец из людей должен быть выкуплен. И первородные стадо нечистого должно быть выкуплено. А выкуп за них, начиная от одного месяца по оценке твоей, бери выкуп пять сикелей серебра по сикелю священному, который в 20 герп. Но за первородные из волов и за первородные из овец и за первородные из коз не бери его выкупа, а не святыня. Кровь их копля жертвы, не китух их сжигает в жертву. В приятной благослованию Господа. Мясо же их тебе принадлежит, равно как грудь возношения правого плеча тебе принадлежат. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израиля, Господа, да и тебе, и сынам твоим, и дочерям твоим, с тобой, и с самым вечным. Это завет соли. Вечный перед Господом. Данный тебе и потомству твоему с тобою. Про десятину что-то было? Ничего про десятину не было? Точно не было? Ладно. И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь... Что, произведений? Было что-то за десятину или нет? Первые произведения земли. Это первые плоды. Не говорится о том, что десятая часть. Говорится о первых плодах. Первые произведения земли. Это не одно и то же. Сейчас мы зайдем за десятину, не переживайте. Все будет хорошо. Просто пока священники никакого отношения к десятине, простите, не имеют. Пока тут длинный перечень совсем не того, что у нас... Чего? Я хочу понять, что дело в 2012 году. Осталось еще дня три. Вопрос в чем? Вы понимаете, в чем дело? Мы сейчас находимся на этапе создания некого фундамента, который позволит нам рассуждать на тему того, что говорит нам Новый Завет. Я вам не мешаю общаться? Понятно, да? Если вы не знаете, что было в фундаменте, как вы можете общаться о том, что было в конце. Что вы можете понимать? На сегодняшний день многие знают все обеспечение, которое принадлежало священникам. Послушайте, священнослужители имели определенное обеспечение. Для некоторых из вас сегодня откровением, что в перечине этого обеспечения, мягко говоря, десятина не входила. Вы в курсе? Уже да. Ну, это мужик этот стал, который здесь стоял, сказал, что не входило. Сейчас мы прочитаем. Пока еще не прочитали. Пока в перечне нету десятины. И давайте дочитаем, я потом буду задавать вопросы. И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилев. А сынам Левеев, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля за службу их, за то, что они отправляют службу в скинье собрания. Мы видим простую картинку. Нету тряпки, да? Вот это весь Израиль. Бог отделяет себе одно колено, Леве. И это колено разделяется на сынов. Понятно, да? Здесь дальше Бог говорит. Послушайте, ребята, вот этим всем я дам что? Землю. Эти все будут владеть землей. Аллах говорит, кстати, земли не дам. Они заходят в Израиль. Земля в Израиле разделяется на сколько частей? Двенадцать. Все в курсе, да? На двенадцать частей поделено. Да, да, да. И одно колено не получает землю. Землю. Сколько колен в Израиле, кстати, было? Повторяю. Двенадцать. А, двенадцать. Сколько колен было в Израиле? Так двенадцать же должно быть. Они думали, что двенадцать. Но на самом деле... Сколько колен в Израиле? Тринадцать. Двенадцать. 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 А колен? Сколько сыновей, столько колен. Ну и шо? А колен сколько было? Точно? А Ефрем и Монастер не были сыновьями? А что, сказал Папа Израиль? А Папа сказал, что они были сыновьями. Так сколько у него было сыновей? Четвертость. Если Иосифа считать все-таки за сына, и плюс еще два, тогда 14. Но на самом деле мы пошутили. Колено Иосифа было представлено Ефремом и Монастером. И колено Иосифа получило два земельных надела, а не одно. Все правильно, все правильно, все хорошо, я пошутил. Я просто пошутил. Итак, они получают земельный надел. Вот этим. Говорит Бог, я буду вашим уделом. Я буду. И то, что они дают мне, я отдаю вам. Кому это в конечном итоге принадлежит? Богу. А Бог отдал? Мы отдаем ему, а он отдает нам? Им. Окей. Мы ему, а он им. Тогда вопрос распоряжения этим. Это кому? У кого? Вы отдали это кому? Богу. Богу. А Бог отдал? Ну, опосредованные вещи. Вы приходите. Отдаете все Богу. Бог отдает. Кому вы можете задать вопрос? Вы устрапывались. Что вы хотели? Спокойно. Еще раз. Значит, у Израиля было 12 сыновей. 12. Не 13. 12. Иосиф, он какое-то время пропадал, а потом нашелся. За то время, пока он пропадал, у него родилось два сына. Ефрем и Монасий. Понятно, да? Израиль сказал, что твои сыновья будут моими. Еще неправильно руки положил. Иосиф это сильно расстроил. Он говорит, не так, отец мой, не так. Понятно, да? Когда они вошли в землю, колено левия, это одно колено, не два. Колено левия было просто разделено на две части. Одна часть – это род Аарона, священники. А вторая часть – левиты. Поэтому там нарисовано два. Колено одно, но разделено оно было на два. Понятно, да? Оно не получилось земельного надела в Израиле. А оставшиеся получили. Но поскольку Израиль назвал Ефрема и Монасийа своими сыновьями, то колено, это колено одно, Иосифа, получило вместо одного надела два. Одно для Ефрема, а другое на Монасий. Итого земельных наделов было двенадцать. А одно колено не получило землю. Но колено из Израиля все равно двенадцать. Ну, это наша математика. Ну, что вы понимаете? Два пишем, один на ум пошло. А сам голосик не получил? Вы не поверите, он умер. Он умер. Еще там, в Египте. До их выхода он умер. Он не дожил до этого часа. Поэтому он сам ничего не получил. Земельных наделов двенадцать. Плюс один, который не получил. Его прибавлять надо, а не отнимать. Понятно, да? Земельных наделов было двенадцать. Все нормально? Не надо на меня так смотреть. Если что-то непонятно, лучше спросить. Хорошо. Ну, смотрите. Двенадцать и один не получил. Осталось одиннадцать. Но тут одно колено получило два на бело. Получилось сколько? Нет. На двоих две земли. Не надо сбивать. Да, хорошо. Здесь понятно? Двенадцать минус один? Да. Это не нормально. Извините, одиннадцать. Я уже помню. Одиннадцать. Все нормально, да? Десять колен получили по одной части. А одно колено получило? А одно, соответственно, вот это не получило. Поэтому земля была поделена на двенадцать частей, колен было двенадцать, и при этом все, одному не досталось. Вот я же сказал, все как у нас, все нормально. Все? Лучше сознайтесь. Хорошо. Итак, здесь все понятно? Можно. Что можно? Там же выше было перечислено, что такое завет соли. Вот все, что выше, это он и есть. Все, что выше было? Это потому, что там говорится о мясе, а где-то не будет. Согласен. Ну мясо же солить надо. Итак, понятно? Сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоей удела твой среди сынов Израиля. А сынам левее, вот я дал удел десятину из всего, что Израиль за службу их. За то, что они отправляют службу в скинье собрания. А сыны Израиля не должны приступать в скинье собрания, чтобы не понести им греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службу в скинье собрания и несут на себе грех их. Это устало вечное в роды ваше. Среди сынов Израиля они не получат удела, так как десятину сынов Израиля, которые не приносят возношение Господа, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израиля они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израиля их десятину, которые дал вам от них удел, то вознесите из нее возношение Господу. Десятину из... Десятины. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб сгумна и как взятое отточило. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израиля, и будете давать из них возношение Господне, а ровно священнику. И всего дарома вами вознесите возношение Господу из всего лучшего освящаемого. И скажи им, когда вы принесете все лучшее, это вменено будет левитам, как получаемое изгумное, получаемое източило. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваших, ибо это вам плата за работы в вашем скине собрании. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего, посвящаемое сынов Израилю, не оскверняйте и не умрете. Итак, здесь длинный перечень всего, что принадлежало священникам, а левитам принадлежало что? Скажите мне, а что было больше? Обеспечение священников или левитов? Ваш ответ, большое спасибо, лучше в следующий раз давайте его в микрофон, вам понравится. Означает для меня ниже следующее. Я уже знаю ответ на вопрос, который я задам. Я его задам. Хорошо? Итак, скажите мне, пожалуйста, что должен был сделать израильтянин, который согрешит? Микрофончик, пожалуйста, все-таки. Микрофон. Принести жертву за грех. Я же сказал, что я уже понял ваш ответ. Я уже по вопросу, который вы задали, и ответу, который вы давали, я понял, какой будет ответ. Значит, израильтянин, который согрешил, должен был пойти и принести жертву за грех. Все здесь так думают? Да, хорошо. Дальше еще какие? Все остальные, как думают? Он должен был пойти в барах и бяжещих, которых было всего три. Ну, их было немножко больше, чем три. Я помню только три. Я даже не буду спрашивать тебя, потому что, какие три, ты три помнишь? По-моему. Это главное ключевое слово. Было очень много. Больше трех. Хорошо. Мы чуть-чуть дальше, мы вернемся к городам и убежищам. Итак, что должен был сделать израильтянин, который согрешил? Я на вас пальчиком показал? Нет, спасибо большое. И принести жертву. Спасибо. Ну да, это что? Конечно принести жертву. Я не помню, держу. Это мудрость какая-то. Я понял. Жертву должен был принесить или нет? Спасибо. Я точно знаю, что большинство, но не единогласно. Я понял. Как вы думаете? Вы не поверите. Вот все, которые говорили здесь вот про жертву, они тоже не знают. Почему? Я вам скажу. Потому что здесь была светлая идея. В голове у товарищей они задают вопрос. Слушайте, пожалуйста, а если он далеко жил? Я же прошу прощения. Я спросил, что он должен был сделать, когда он что? Сам решил. Это значит, что раз в год принести жертву? Вперед. Тогда у меня напрашивается еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы часто грешите? Да. Конечно. Ну, каждый день удается это сделать? Да. Хорошо. Я не одинок. Просто я думал, что я тут один такой. То есть. По крайней мере, у нас уже здесь двое таких. Все. Ну, так. Все остальные скромно промолчали. Будем считать, что настроек. Хорошо, я пошутил. Успокойтесь. Мы не будем сейчас делать опрос. Кто, как, часто. Расслабьтесь. Хорошо, и мы проведем лучше в тесте этот вопрос. А потом тесты отдадим в вашем уровне. Так вот, у меня вопрос следующего характера. Скажите, пожалуйста, а евреи это делали реже, чем вы со мной? Нет. И жили в дороге тогда, получается. Не выходили. А если мы умудряемся делать это каждый день, а они делали с такой же чистотой, как и мы с вами, и каждый день им надо было принести, а жили, к примеру, недалеко, так, километров 50 в Иерусалиме, то где они жили? А если они должны были согрешить и пойти принести, ну, это не далече, километров 50, часов 8 пути. 8 туда, 8 обратно. А не, подождите, вы уже начинаете изменять себе. Вы же говорили, что изранитянин после того, как согрешил, должен был, что сделать? Значит, где они жили? То есть, уже не у себя дома. А чуть позже? И жили тогда в дороге. Ну, а должны же были храмы и жертвы приносить. Подождите, я же вас спросил, как часто? Вы сказали, когда согрешить, тогда и должен. Даже идея в раз в год не совсем правильная, потому что хотя бы три раза в году. Все понятно или нет? Разобрались вы там сзади? Спокойно, уже не надо. Послушайте, у вас было время пофантазировать. Я же вас спрашивал. Теперь я просто показал, насколько ваше представление далеко от действительности. Если вы возьмете книгу Левит и начнете ее читать, весьма интересная книга окажется, то вы узнаете, что не предусматривалась жертва за осознанный грех. То есть, жертву за осознанные грехи не надо было приносить. Жертву приносили три раза в году. Положено было являться в храм три раза в году. Праздники были определены. Вчера мы читали второзаконие, 16 глава, 16-17 стих. Читали? И они тогда приходили и приносили положенные жертвы. Они не жили в дороге. Просто наше представление о том, что Израиль только и занимался тем, что приносил кровавые жертвы, не совсем соответствует действительности. Действительно, жертвы приносились ежедневно. Приносили их священники. Во, это хороший вопрос. Такие, как мы с вами приносили, приводили. Правильно. Но они приносили жертвы за народ. То есть, они приносили общую жертву, а не личную. Священники приносили общие жертвы, а не личные. Понятно, о чем я говорю? Речь шла о моем грехе и моей жертве за грех. Есть огромная разница. Сегодня мы не будем это разбирать. Но есть огромная разница между прощением и очищением. Понятно, что я сказал? Спасибо. Понятно. Есть разница между прощением и очищением. Кто-то может объяснить эту разницу? Понял? Понял. Слышали, но не запомнили. То про освящение и очищение шла речь. А сейчас вопрос по прощению и очищению. Понятие чистоты неразрывно связано с Богом. Понятие греха неразрывно связано с ним же. С Богом. Понятно, да? И прощение за грех связано с тем? Уточнили. Речь идет о бой. Прервемся на перерыв со светлой мыслью. А мысль будет действительно светлая. Скажите, пожалуйста. Вы нуждаетесь в прощении от Бога? Да. Да, он лишь. Да, хорошо. А в очищении вы нуждаетесь? Да. Вот. Но поскольку вы не можете отличить одно от другого, как вы это получаете? Вот с этой светлой мыслью мы расстаемся на пять минут. Спасибо. 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 Спасибо.